Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я думаю, что, наверное, тема разговора достаточно актуальна, потому что все мы прекрасные очевидцы, иначе, наверное, не собирались бы и не думали, как нам улучшить наше футбольное хозяйство. Все мы, конечно, с вами разочарованы. Разочарованы не столько результатами нашей сборной, сколько, наверное, системы, программы, которых совершенно нет. А если нет системы и программы в Российском футбольном союзе, то, наверное, нет и перспективы никакой. Поэтому, наверное, то, что сегодня наш футбол находится в глубочайшем кризисе, это очевидно. Начиная с 2010 года, когда наша страна получила право проводить чемпионат мира, и благодаря первому президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, практически мы ничего не сделали за эти шесть лет для того, чтобы улучшить качество российского футбола. Потому что действительно сегодня наш футбол находится не на самом дне, а вообще в самой последней точке. Если взять цифры, которые сегодня существуют, то практически в нашей стране пропал интерес к футболу. Практически он падает. Телеаудитория матчей национального первенства чемпионата сократилась за последние пять лет на 45%. Это на половину. На чемпионате мира в Бразилии наша сборная завоевала 24 место. Такое же завоевание было и на чемпионате Европы, тоже 24 место. Значит, молодежная сборная нашей страны 24 года не попадает на Олимпийские игры. За последние годы наша сборная практически опустилась в третнике FIFA с 13 место на 38 место. И находится в промежутке Албании и Ирана. Вот до какого степени мы опустились. По суммарному обороту средств в российском футболе, мы входим сегодня в шестерку мировых национальных первенств. В шестерку, вы только подумайте. Что касается по качеству футбола, что касается по уровню развития детско-юношеского футбола, по силе и победам в клубном футболе, по популяризации футбола. Я уже не говорю про национальные сборные. Мы занимаем место фактически за тридцаткой команд мирового оборона. Вот до чего мы с вами дошли. Мы уже с вами третий год. Я имею в виду вот здесь спортивная общественность, здесь ведущие тренеры, здесь люди, которые всю свою жизнь посвятили футболу, люди, которые отдали футболу и создавали славу и в советского, и в российского футбола. Мы уже говорили, что необходимы кардинальные изменения. Еще в 2014 году вместе с единомышленниками я предложил доскональную, продуманную программу реформ и развития российского футбола. Поэтому, конечно, ее необходимо было уже действительно вводить в строй, для того, чтобы мы хоть как-то подготовились к чемпионатам мира, а особенно к 2018 году. Две недели назад объединение честных тренеров по футболу России выдвинуло мою кандидатуру на пост президента Российского футбольного союза. Да, кстати, я хотел бы это сказать сейчас, еще раз проинформировать, значит, и моих коллег, и нашу общественность. Вчера мне звонил министр спорта России Виталий Леонидович Мутко, да, Виталий, забыл, Виталий Леонидович Мутко, ну вот, значит, ипотечески предупредил, что у меня какие-то возникли проблемы с регистрацией. Значит, наверное, небольшие проблемы, но по-отечески он мне предупредил, откровенно вам могу сказать. Я что хочу сказать, значит, 12 августа, 12 августа, значит, вместе с юристом мы зарегистрировали, официально зарегистрировали, шесть организаций, которые, значит, и буквально, значит, получили уведомление о том, что с печатью и с роскостью, что у нас все документы, и все абсолютно, надо сказать, правильные. Поэтому я надеюсь, что это какое-то недоразумение, значит, ну если это какие-то подковерные игры или какие-то административные ресурсы, которые, так сказать, сегодня вводятся с его стороны, то, мне кажется, это нечестные будут уже выборы. Что касается меня, то за мной вот люди, которые всю свою жизнь посвятили футболу, люди, которые, значит, знают цену побед, знают, как это сделать. Есть программа, программа, которую мы обсуждали. Вот это, так сказать, я думаю, и армия болельщиков. Поэтому мне кажется, что я очень уважаю Виталия Леонтьевича, вот, значит, но если, так сказать, какие вопросы существуют, мне кажется, что они, мягко говоря, ну, я надеюсь, и я очень хорошо думаю о нем, и, конечно, так сказать, ну просто проинформировать, что почему-то 12-го числа, значит, и более того, значит, не было никаких претензий, а вдруг они стали возникать вот сейчас. Ну, я думаю, что мы разберемся. Вот. И почему я сегодня, так сказать, баллотируюсь, значит, на пост президента РФС, с одной единственной целью. осуществить на деле необходимые реформы, одобренные многими собравшими здесь уважаемыми специалистами и тренерами, которые ни один работ и ни одно, значит, ни один раз мы обсуждали эти проблемы. Значит, более того, мне кажется, выборы, выборы, это просто, так сказать, наверное, должна быть программа, это должна быть, так сказать, система для того, чтобы, так сказать, нашим поколениям что-то мы оставили. Потому что то, что сегодня творится, значит, в нашем Российском футбольном союзе, где нет, так сказать, ни системы, ни результата, ничего, конечно, это уже большие проблемы. И что мы должны для этого сделать с вами? Во-первых, мы должны, чтобы наш чемпионат был конкурентоспособным. Во-вторых, мы должны, чтобы наши команды побеждали на уровне Лиги Чемпионов Лиги Европы в, естественно, международных кубковых турнирах. Чтобы игра и достижение наших сборных значит, действительно, мы гордились национальной сборной, которая, так сказать, является единственным, и единством нашей страны, так сказать, в большом смысле этого слова болельщики, огромная армия болельщиков. Чтобы стадионы заполняли, чтобы дети заполняли детские спортивные школы. Вот это необходимо сделать. Не буду сейчас еще раз презентовать нашу программу. Футбольная общественность ее прекрасно знает, особенно мои коллеги. И я пришел сюда для того, чтобы еще раз совместно с вами проанализировать чемпионат Европы, который прошел, и нет чемпионата Европы. Для того, чтобы каждый здесь собравших внес свою лепту действительно в дело развития нашего футбола. Значит, если мы проанализируем, значит, где-то последние, допустим, 6 лет, то вы посмотрите, у нас какое, значит, падение идет футбольного хозяйства. Значит, и в итоге, значит, с 2010 года все хуже, хуже и хуже. 2014 год, значит, чемпионат мира, сами прекрасно понимаете, 2016 год просто стал ужасом. Поэтому в целом мы здесь собрались для того, чтобы проанализировать все наше футбольное хозяйство, чтобы все уважаемые наши тренеры, специалисты высказались. И это, конечно, будет способствовать, безусловно, и программам, которые необходимы для того, чтобы реализовать какие-то наши цели. Спасибо большое.